Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Кузнецкий мост Стой! Кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай! Это свободная станция. Но ты поосторожнее. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее. Понял? Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Иди к чертям! Исчезни! Лицом к стене! Обыск! Да хватит! Отстаньте противный! Я не такой! Заткни хлебало, готовься к досмотру Всегда готов? А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы загляднуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится Может облучился? Мерзавец! Бьешь по тем частям тела, которые покорили твое воображение Бьешь слабовато, однако Да ты шутом на полставки подрабатываешь? Петросянешь? Ну-ка попробуй вот это Вот это было получше Ай, ну все одно слабо Ты что, молока шеял? Принимаем этого Посмотрим, как он пошутит на Лубянке Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован Ладно, ладно, ладно Только без рук Я сам пойду Стой, стрелять буду! Беги! Ах, 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 ах ты дрянь Я их прикончу За мной, парень! Хватайте ублюдков! Вперед, быстрей! Стоять, господал! Ах! Сюда! Приехали! За мной! Туда! Стой, тварь! Я не верю в Бога Но в тот день За меня больше некому было вступиться И меня спасли Друг Хана Андрей Мастер Только он смог помочь мне выбраться С этой станции Проблема в том, что единственный путь Проходит через линию фронта Между красными и фашистами Тебе потребуется маскировка Возьми этот комбинезон Натянешь поверх одежды Красные сейчас вербуют добровольцев Чтобы штурмовать фашистские укрепления Как только наберут полный состав пушечного мяса Сразу отправят его на передовую Можешь поехать на этом поезде зайцем Не в первом классе, конечно Но и платить кровью не придется Как только поезд минует блокпосты Ты свободен КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да брось, нам нечего бояться. Граница с ташистами на замке, на каждом входе блокпосты, крыса не проскочит. А что с поверхностью? Эти гады наверняка пронюхали, как можно напасть на нас сверху. А их пятая колонна тем временем разлагает наш народ, готовит вторжение. Очень хорошо. Всех новоприбывших на станцию мы тогда будем направлять в обезьянники отсиживаться. Ваши люди сами решат, кто шпион, а кто нет. Сюда можно только по пропуску. Убирайся, болван. Можешь осмотреть магазины, купить, что тебе надо. Но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Тебя ждать он не станет. Налетай, разбирай. Подумаешь. Аптечки, фильтры, ножи. Набор туриста. Лучшие лекарства от головной боли. Считай до пяти. И все. Мы из рельсов делаем. По нему можно поездом ездить. Хороший рабочий инструмент. Рад, что мы договорились. Матроны не нужны? Отличная сделка. Все нормально, мужики. Он со мной. Давай, Артем, прыгай в яму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Артем, видишь там багажное отделение? Забирайся туда. Ну так что, мужики, двинули, а? Андрю, а там вообще как? Безопасно? Не хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да, это тебе не вагона своя. Но если он останется во станции, он точно труп. Потому что билет на лупянку, он только в один конец. Все нормально. Подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Продолжение следует. Все по местам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты зачем в армию поддался? Я пошел. По политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то. Ну и за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной Армии служил, а его отец еще в Советской Армии. Ты был полковником. Традиция. Я вот думаю. А ведь у фашистов наших деды тоже в Советской Армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты и мурзила. Это ж санистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя впрямь возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Продолжение следует...